Привет, Владивосток! Это Мегаполис, программа о важном. В последнее время в нашей стране активизировалась киберпреступность. Правонарушители пытаются посеять страх о внушительном чувстве опасности, используя массовую рассылку в мессенджерах и соцсетях. Главная мишень киберпреступников – молодежь. Ведь основным инструментом вербовки в запрещенной в нашей стране террористической организации являются социальные сети и мессенджеры. А их главные потребители, как известно, это школьники, подростки и студенты. Преступники за крупную сумму предлагают поучаствовать в ужасных событиях преступного характера. В случае отказа давят на то, что знают все о подростке. Сегодня мы расскажем и наглядно покажем, что делать, если вам написали злоумышленники и пытаются манипулировать вами. Медиабратство киберволонтеры проводит системный поиск деструктивных интернет-материалов, что позволило только за 2023 год заблокировать более 3000 интернет-ресурсов, которые втягивали молодежь в экстремизм, терроризм, вербовку. После трагедии в Крокус-Сити-Холл волонтеры зафиксировали массу экстремистских сообщений и направили информацию в правоохранительные органы. Мария, сейчас на экране мы видим сообщение, которое массово рассылалось жителям России и представляло реальную угрозу. Как мы можем отличить, какие сообщения носят характер информационной атаки, а какие реальные вербовки в запрещенные террористические организации и чем эти сообщения опасны? Я думаю, что сам вопрос содержит в себе уже ответ. Когда мы говорим о массовой рассылке, конечно, здесь речь не идет о вербовке. Задача таких сообщений – посеять панику, разжечь гнев, конфликты даже внутри страны. На это важно обращать внимание. Мы можем посмотреть, что все сообщения адаптированы под место, где они распространяются, но по факту в своем содержании цитируют моменты допроса преступников, которые всегда находятся в открытых сетях. Очень внимательно вчитываемся и не реагируем внутренне. Нельзя позволять таким сообщениям внутри посеять панику. Если же мы будем говорить про вербовку, то там немножко другие подходы. Задача преступников – выйти на личный контакт с человеком для того, чтобы вычислить его мотивацию, какие-то его внутренние переживания, для того, чтобы, основываясь на этом, сподвигнуть его к совершению преступления. Поэтому, встречая сообщения любого характера, и персонального, и такой массовой рассылки, безусловно, нельзя оставаться в стороне и бездействовать, но в первую очередь не стоит поддаваться панике. Мария, а что делать, если такое сообщение поступило? Какой порядок действий? В первую очередь нам важно сделать принт-скрин для того, чтобы зафиксировать сообщение, кто его отправитель. Далее переходим посмотреть, кто же этот отправитель. Вероятнее всего, номер будет скрыт, но будет указан ник этого человека, персонажа, преступника. Нам это важно также зафиксировать. И всю полученную информацию передаем в правоохранительные органы, можно к нам на горячую линию киберволонтеров, ссылку мы обязательно прикрепим и оставим. И, конечно, можно обратиться в полицию по номерам 02-112 и так далее. По всему Приморью для молодежи киберволонтеры проводят образовательные игры, направленные на развитие навыков безопасного использования интернета. Благодаря нашим разработкам и методикам, играм, квестам, а также викторинам, молодежь стала более осознанна в выборе информации. При поиске деструктивной информации в интернете, молодежь заблаговременно предупреждает нас об этом, передает данную информацию в контрольно-надзорные органы. На территории Владивостокского городского округа для молодежи на территории вузов и СПО проводятся профилактические занятия с использованием информационных материалов, опубликованных на официальном канале Телеграм, антитеррор Приморского края. Также у них есть анонимный чат-бот для отправки информации. Манипулирование сознанием молодежи – это новый инструмент киберпреступников, жестокость которых меняется в зависимости от повестки. Поэтому сейчас все силы экспертов направлены на обеспечение цифровой гигиены и повышение уровня грамотности в новых медиа. Я хочу обратить внимание, в особенности молодых ребят, на то, что в нашей стране предусмотрено наказание не только за совершение преступления, но и за распространение ложной информации. Не становитесь участниками массового преступления в части создания паники в нашем обществе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова